Бывший секретарь исполкома горсовета Галина Ивановна Клюева сегодня снова и снова просматривает свои комсомольские билеты, а их у 83-летней женщины аж три. Свой первый комсомольский билет Галина Ивановна получила в декабре 45-го, сразу после вступления в ряды в ЛКСМ. Ну а после начались комсомольские будни. Это был восьмой класс, это был 46-й год, и мне дано было поручение такой сопливой девчонке, поручение было быть вожатой в начальной школе, у Думной горы была начальная школа, там было три класса. По-моему, насколько я помню, второй, третий и четвертый, или четвертый, третий и второй где-то, ну в общем вот в эти точно не помню. Так вот, меня назначили туда комсомольское поручение вожатой. Уж что я там делала, я не знаю, не помню уж как следует, но только одно знаю, что пыталась им рассказать очень серьезно о Павлике Морозу. Ходили мы куда-то что-то на речку, ну одним словом это детство, одним словом это детство. Спустя еще год в 47-м Галина Ивановна поступила в педучилище и снова очередное комсомольское поручение. На этот раз ей было поручено шефство над одной из начальных школ тогда еще города Свердловска. Но и это время, говорит бывшая комсомолка Галина Клюева, не оставила особого отпечатка в ее памяти. А вот следующий виток ее биографии как раз был связан с работой в городском комитете комсомола, где она проработала с 51-го по 59-е годы. Эти годы Галина Ивановна называет самыми лучшими годами своей жизни. Именно тогда, наскучавшись по добрым делам, вся молодежь вышла на благоустройство города. Был памятник Ленину в южной части города, на улице Ильича, был памятник сквер. Я от начала до конца все делала только комсомола, притом не школьного комсомола, а всяких организаций. Думная-то гора была совершенно пустая, она же лысая была. Ее всю засадили, не чем-нибудь, а тополями. И все у нас, видите, тополями. И все, она, по-моему, до сих пор еще вся в тополях. И уж кое-что погибло. Кое-что погибло. Да и в северной части города комсомольцы 50-х оставили свой след. Благоустройство памятника воинам, погибшим в годы гражданской войны, что в микрорайоне Иллунина, это тоже их заслуга. В те годы в рядах комсомола состояли более 4 тысяч полевчан. Именно на них тогда возблагали большие надежды. Был клич на учебу. Это какой год уже получается? Это вот 51-й, 52-й, 53-й, 54-й. Ведь у нас было две школы рабочей молодежи в северной части города, в южной части. И в каждом населенном пункте крупном, сельской молодежи. Молодежь за парты. Вот такой лозунг был. И тогда, знаете, столько... В их ФЗО, на креолитовом заводе ФЗО, значит, все это вот на учебу. А еще Галина Ивановна помнит, как она со своими товарищами по комсомолу выезжала на заготовку веточного корма. Ведь подъем сельского хозяйства в те годы также лег на плечи комсомольцев. В общем, в жизни полевских комсомольцев было все. И целина, и строительство БАМа. Ну а сегодня у Галины Ивановны Клюевой одна единственная мечта. Запечатлеть славные моменты в ЛКСМ в памятнике. И непременно воздвигнуть его у входа в городской парк уже к столетнему юбилею. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.